Здравствуйте, дорогие друзья! На канале Национальной детской библиотеки имени Иона Крянга очередной выпуск программы «Мы прочитали» предлагаем вам. С вами библиотекарь Евгения Макринская. Известная английская писательница Мэри Стюарт прославилась своими детективными романами и романами о легендарном короле Артуре и его спутники, помощники, руководители, учители и наставники, волшебники Мэрлины. Этих романов она написала довольно много. Все они предназначены в первую очередь для взрослых. Но среди вот этих многочисленных произведений у Мэри Стюарт есть несколько вещей, написанных специально для детей. Об одной из этих книг, которая называется «Маленькая ведьма», мы с вами, дорогие друзья, сегодня поговорим чуть подробнее. Мне эта книга очень нравится. Не в последнюю очередь потому, что в ней, как и в предыдущей книге, о которой мы говорили в прошлый раз, «Дверь в лето» одну из главных ролей играет кот. Но давайте обо всём по порядку. Сейчас лето, каникулы, долгожданные летние каникулы. И каждый из детей, да и из взрослых тоже, мечтает провести каждый день этих каникул весело, интересно. Мечтает заниматься какими-то приятными делами, а иногда полезными делами. Вот, как, например, Мэри Смит. Мэри Смит, главная героиня этой истории, 10-летняя девочка, которая на каникулы летние, долгожданные, попала совсем не туда, куда ей хотелось бы. Её родители уехали на всё лето за границу. Старших брата и сестру отправили в гости к их школьному приятелю. А Мэри, так получилось, оказалась в гостях у своей двоюродной бабушки Шарлотты. Бабушка Шарлотта очень добрая, очень старая и очень глухая. Абсолютно глухая. Живёт в старом доме, окружена старыми людьми. Детей других в округе нету. Все разъехались на каникулы. Кто куда, кто за границу, кто к родственникам. И Мэри очень, очень, очень тоскует. Она практически уверена в том, что эти каникулы у неё будут безнадёжно испорчены. Мэри пытается найти себе хоть какие-то занятия. Она предлагает свою помощь кухарке, предлагает свою помощь горничной. Но взрослые не очень в этой помощи нуждаются. Ну, вот, например, Мэри заходит в кухню. Миссис Маклут она нашла на кухне. Та готовила кекс. Она стояла у большого, тщательно вычищенного стола и что-то взбивала в жёлтой миске. Похоже, она и не заметила скромного появления Мэри. Она разговаривала сама с собой, причём явно на иностранном языке. Может, это заклинание? Внезапно подумала Мэри, переводя взгляд с вытянутого лица миссис Маклут на плиту, где что-то болькало в кастрюле. Минимум две унции разрыхлителя. Бормотала миссис Маклут, продолжая энергично взбивать. На кончике ножа соль и сахар. Ага, всё. Или ещё что-то. Что вы делаете? Спросила Мэри. Миссис Маклут подскочила. Да так, что деревянная ложка стукнулась о миску, а соль и сахар с разрыхлителем просыпались на стол. Господи, помилуй! Скричала она. Ты меня прямо напугала, миленькая. Я и не слышала, как ты вошла. Ты что хочешь? Она снова принялась взбивать непонятную смесь. Может, помочь? Предложила Мэри, подбираясь поближе. Знаете, я думаю, иногда помогаю маме печь. Она даёт мне кусок сдобного теста, и я... Нет-нет-нет, сказала домоправительница. Я не готовлю сегодня сдобное тесто. Только вот это, к обеду. А тут очень сложный рецепт. А ты что, в саду не поиграешь? Там не холодно. Просто пасмурно. Потом Мэри побежала к Нэнси, дочке миссис Бэнкс, которая снимала бельё с верёвки. Можно я помогу развешивать бельё? Спросила Мэри. Нэнси засмеялась. Да уж почти всё высохло. Мы с матерью сейчас будем гладить. Что делать ребёнку, от которого все отмахиваются и отсылают его гулять в сад? Пойти, в конце концов, в этот сад. Что Мэри и вынуждена сделать. Там она разговаривает с садовником, пытается ему помочь, но её помощь завершается тем, что она ломает очень красивый куст кризантемы, и садовник Зебеди просто выгоняет её из сада со словами «Детям и собакам в саду делать нечего». И вдруг, тихонько и ловко, грациозно, словно танцуя, на тропинку вышел небольшой чёрный кот. Он был чёрный весь, от ушей до кончика хвоста, даже подушечки лап у него были чёрными, даже усы и аристократические брови, которые кустились над зелёными, и при зелёными глазами. Кот постоял на самой середине тропинки, посмотрел на Мэри. Потом рот его раскрылся, обнажив розовый треугольник языка и очень белые зубы. И кот что-то произнёс. Мэри подумала, что, возможно, на кошачьем языке это означало, как поживаете, или славный денёк сегодня. Но кот, судя по всему, ожидал ответа. И она сказала, «Привет, меня зовут Мэри Смит. А тебя?» Кот промолчал. Не исключено, что у него были дела и поважнее. Он повернулся к Мэри спиной и пошёл себе по тропинке, углубляясь в лес. Хвост его приветливо реял в воздухе. Он уходил, но не так, будто не желал иметь с нею дело, а так, словно приглашал за собой. Ну и скажите, пожалуйста, кто из нас и из вас, дорогие друзья, отказался бы от приглашения, которое делает тебе чёрный-причёрный кот с зелёными глазами. Мэри, конечно, пошла за ним. И там, в одном потайном уголке, она увидела удивительные цветы. Листья, собранные в тугие розетки, были непривычно зеленовато-голубого цвета. Все в каких-то пятнышках, как лягушачья шкурка. Над ними, на тонких стебельках, висели цветы. Грозди изящных пурпурных колокольчиков с серебряными прожилками внутри и ярко-золотыми пестиками, которые выглядывали из цветочных головок длинными острыми язычками. Это был, как потом выяснилось, волшебный цветок. Мэри посмотрела на гроздь колокольчиков на тоненьком стебле, и пурпурные головки качнулись на лёгком сквозняке, дрогнули золотые язычки. Волшебный цветок! Она осторожно тронула пестик указательным пальцем. Вы хотите узнать, почему этот цветок был волшебным? И какие волшебства с его помощью можно совершить? Я уверена в том, что вам уже не терпится со всем этим познакомиться во всех деталях и подробностях. Поэтому к тем, кому не терпится, нужно сделать одну очень простую вещь. Сделав всё необходимое по дому, помочь родителям или кому-то ещё из взрослых, и быстренько отправиться в Национальную детскую библиотеку имени Иона Крянга и попросить у нас, её сотрудников, книгу Мэри Стюарт «Маленькая ведьма». Прочитав эту книгу, вы узнаете, дорогие друзья, очень много интересных, таинственных вещей, узнав которые, вы будете смотреть на жизнь немного по-другому, чем до того, как эту книгу ещё не читали. Поэтому снова я повторяю своё приглашение. Всем, кто хочет узнать о волшебстве чуть больше, чем он знал до сих пор, мы приглашаем в Национальную детскую библиотеку имени Иона Крянга. Читайте книгу «Маленькая ведьма», и вы, как Мэри Смит, вместе с ней переживёте удивительные приключения. Мы ждём вас, дорогие друзья. А на сегодня всё. До свидания. До следующей встречи.